Советный мандат ушел от Джана Ракаева в распоследний момент в парламент. С большой долей вероятности он не вернется, по крайней мере, в ближайшем будущем. Удостоверение парламентария получит некая Тухтубубы Оргалча, которую связывает с супругой президента, говорят они подруги. Садор Джапаров сегодня высказал свою позицию по этому вопросу. Сделал он это в свойственной только ему манере, грубо и не по-президентски. Всем привет, Канеметов с вами. Джан Ракаев и его сторонники считают, что депутатское кресло у него попросту отобрали. В ЦИКе, по их мнению, поступили несправедливо, передав заслуженный мандат Акаева. Тухтубубы Оргалча сделан это якобы неспроста. Галочка, ты сейчас умрешь! Тухтубубы Оргалча родилась и выросла в Китае, и образование получила там же. Вплоть до конца 2013 года она занималась бизнесом в Гуанчжоу. Между прочим, в Кыргызстан женщина перебралась только в 2014-м и продолжила заниматься предпринимательской деятельностью. Открыла тут пару компаний. Пожалуй, вот и все. Эти выводы я сделал, изучив ее биографию, которая находится в открытых источниках. Подробности жизненного пути новоиспеченной депутатки с необычной фамилией неизвестны. Когда Центризбирком вдруг взял и передал этой женщине Акаевский мандат, у многих закрались сомнения. А с чего это? Ответ на поверхности. Есть информация, что Тухтубубы Оргалча и первая леди – близкие подруги. И что именно Айгуль Джапарова дала команду ЦИКу напрокинуть Джанара. А еще Оргалча владеет транспортной компанией «Шидырджол Кейджи». Вот выписка из базы данных юрлиц. Именно эта фирма снабжала сторонников Садара Джапарова комфортабельными автобусами во время октябрьских событий 2020 года. Вот доказательства. Садара Джапарова комфортабельными автобусами во время октябряных юрлиц. На все эти факты отреагировал неадекватно, грубо. В фейсбуке он написал гневный пост. «Джанар, братишка, если у тебя гнилое нутро, то не надо меня равнять с собой». Главе ЦИК Нурджан Шайлдебековой сказали, мы с президентом поговорили, поддержите Джанара Акаева. Однако я ответил ей, что ЦИК должна руководствоваться только законом, чтобы никто не вмешивался в работу ведомства. Кто к ней приходил, я не спрашивал. Пусть она сама на этот вопрос ответит. Мы с момента начала предвыборной гонки не вмешивались в работу ЦИК. Если они принимали незаконные решения, то ответят за это головой, о чем я и говорил. На этом президент останавливаться не стал, заявил о том, что его супруга не вмешивается в дела государства и привел свои доводы. Гнилое нутро, уборщица. И это уровень главы государства, вопрошают в сети. На ужском рынке по культур не ругаются. Кстати, советую вам почитать пост Джапарова в оригинале, и вы поймете, о чем я. Кто-то явно в детстве и юношестве книжек не читал. Один слеп душой у второго гнилое нутро, а эти бузуку остались нормальные. Пора выпускать сборник крылатых фраз. Ситуацию прокомментировала и сама Токтобебе Оргалча. Кстати, как выясняется, кыргызское гражданство она получила совсем недавно, 30 июля 2018 года. Тогда она была не Токтобебе Оргалча, а Тоху Тибиби Оу Ерхалик. Круто, да? Стать гражданином соседней страны и через три года избраться депутатом ее Верховного Совета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мен ошол 1-й аймды 1-й кишине 1 жолы даа горгонемесмін Телевозордун анчалмыча Горып чуромен Мен чакымдан да горгонемесм Бул чындыка дал келбет Бул чындыка дал келбет Брох мен ушыл кишелердің саясатын Колдоймін Чындыка дал келбеген ушақтарымен Сіздер өзіңіздерді Уара қылбаныс тар Мен жанар инімде Бір туған инімдей горомен Если только Бубу Аргалча знать не знает ни Джапарова, ни его жену, то возникает вполне резонный вопрос. Как так вышло, что в лихие октябрьские дни агрессивно настроенных до консашников возили на автобусах именно ее компании? И швец, и жнец, и на дуде игрец. Президент Садыр Джапаров сегодня решил поиграть в футбол вместе со своим другом Камчебеком Ташиевым. Все мы делали, чего там, забавляя всю страну. Управлялись самолетом, погружались в глубину, нежные дружбы не таили, пели рок, коров доили, твиттер, свитер, макинтош, лыжи, танцы, все что хочешь. Команда администрации президента во главе с Садыром Джапаровым примет участие в дружеском футбольном турнире, посвященном столетию кыргызского футбола. Написали на сайте президента незадолго до матча. Вскоре появились и видеоматериалы. Садыр Джапаров лично забил два гола. Его соперники тоже забили два гола. Ничья победила дружба. Садыр Джапаров. Я просто не могу. Каждый раз угораю с Садыра Иташиева. Простите. Садыр дважды забил. И на проблемы страны тоже. Говорят, Садыром заинтересован арсенал. Зашибенная жизнь у Садыра. На скутере катается, по музеям ходит. Сегодня вот в футбол пойдет играть. А проблемы в стране не его проблемы. Когда вижу эти кадры, все время вспоминается Гурбангулы Берду Мухамедов. Не знаю почему. Женщины наши тебя обожали. Сборная России маленький член. Этот матч не был похож на тот, который устраивал Туркмимбаши. Вот нашему президенту даже заехали локтем по голове. Тот аж упал. Кто этот смелый вратарь, который заехал Садырке по морде и уронил его? Предлагаю присвоить ему звание «Человек года 2021». Иронизирует в соцсетях. В воротах Рустам Саганалиев, деятель культуры. За минуту отбил два удара Садыра Джапарова и сам нанес один удар в голову президента. В общем, риптитпеле. Кто-то просто мечтает, а кто-то делает. Митинг в поддержку депутата Баката Джитыгенова прошел сегодня возле здания Бишкекского городского суда. Собравшийся требует освободить их представителя. Адвокаты парламентария подали жалобу с целью оспорить решение Первомайского районного суда, согласно которому Джитыгенова водворили в СИЗО. Суд не удовлетворил прошение защиты. Джитыгенов останется под стражей. Решение Первомайского суда было незаконным, необоснованным. Его задержали, арестовали. Он находится сейчас в СИЗО. То же самое не проявил вводный апелляционный суд, городская инстанция, поскольку мы еще раз убедились в том, что закон не работает. Конституция предполагает, что депутата вначале нужно взять разрешение, а потом уже сажать, если есть доказательство. В данном случае у нас все получилось наоборот. Вначале посадили человека, а теперь просят согласие со стороной группы финиша. Эта процедура ни в коем случае не должна была нарушаться, потому что в основном законе, в Конституции определены фундаментальные права человека. Это право на свободу и право на жизнь. К сожалению, ни прокуроры никаких мер реагирования не принимали в свое время и сейчас не принимают. Прокурор, более того, поддержал решение суда, Первомайского суда. И на сегодня мы видим, что несправедливая ситуация, поскольку двух депутатов уже освободили. Это Зулкукарова и Дейнбекова. Почему этого депутата не освобождают? Что у нас закон должен... Не единообразное применение закона происходит. В данном случае здесь нарушаются права депутата Джетигенова, поскольку я еще раз хочу сказать, что закон должен применяться одинаково ко всем. Два депутата освободили, а этого оставили под стражей. Это вот избирательный такой подход. Вот такой избирательный подход. Что касается в том, что его обвиняют в насильственном захвате власти, это все ерунда, поскольку со стороны органов следствия не представлены никаких доказательств. Они собираются только назначать фоноскопическую экспертизу, но когда эта экспертиза будет назначаться, и она проводится не у нас в Бишкеке, а за рубежом, и сколько времени будет идти эта экспертиза, непонятно. Но это вовсе не значит, что человек должен сидеть в тюрьме, а доказательства должны против него собираться. У нас никто презумпцию виновности не отменял. Давайте доказательства, а потом, пожалуйста, сажайте человека. То есть здесь происходит все наоборот. Я категорически недовольна этим решением суда. Конечно, будем дальше бороться за его права в рамках закона. Я считаю, что это нарушение Конституции, основных прав человека. И поэтому мы будем обязательно бороться за права депутата Джеттегенова. Ожидаем, что в следующую среду парламент соберется и примет решение по Джеттегенову. Но здесь парламент тоже должен проявить политическую волю. Вы помните, как проходило совещание в парламенте, когда специальная комиссия вынесла свои решения, то парламент не мог собраться и не мог принять решение. Я считаю, что здесь тоже какие-то политические игры. Я считаю, что парламент должен все-таки быть более выше, чем те силовые структуры, которые злоупотребляют на сегодняшний день своей властью. Надеемся, что все решится в рамках Конституции и закона. Сторонники Джеттегенова недовольны избирательной политикой властей. Они недоумевают, почему брата Сурамбай Джеймбекова освобождают только потому, что он депутат, а Баката Джеттегенова, который тоже обладает неприкосновенностью, оставляют под стражей. Бакат Сурамбай Джеттегенова Продолжение следует... 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 Всем мира!